А всем привет с канала Brimteam, и у нас это, наверное, будет уже второй ролик в оружейной тематике. Так как для тех, кто пропустил первый с обзором Galaxy, напомню, что решил разбавить тематику рыболовной ловли посредством добавления контента по второму своему интересу. Это интерес к оружию. Буду записывать видеоролики, то же самое это и обзор, и разговорная тематика, и теория, и различные тесты. И решил, наверное, записать. Уже давно записывал на YouTube этот видеоролик, но он удалён. По тому, с чем мы можем обороняться на улице, так как сейчас, наверное, количество дураков на квадратный метр увеличивается с каждым днём, часом, резко стоит вопрос по обороне. Что касаемо именно юридических аспектов, мы касаться не будем, потому что это очень долго и муторно. Расскажу, с чем можно, а с чем нельзя. Посредством своего опыта и знаний. Конечно, я этими знаниями не претендую на прописную истину, но в них как раз-таки есть часть как раз-таки правды. Первое, наверное, мы посмотрим, с чем нельзя обороняться. Второе, с чем не стоит. И третье, наверное, чем можно. Так, начнём, наверное, мы с того, чем я не рекомендую обороняться ни в коем случае. То есть, потом, может быть, запишу ролик по пределу обороны, по, как бы, необходимости обороны и все дела. Но в любом случае то, чем обороняться не стоит. А поправка, здесь не будет огнестрела. То есть, ни травмат, ни гладки, ни нарезные стволы. Не стоит обороняться тем, что так любит наш народ. Это ножи. Заметил, что большинство бытовых и каких-либо правонарушений совершаются при помощи ножа. Хотя это, по сути, столовый прибор, прибор туристического назначения, прибор рыболовно-охотничьего назначения и прибор назначения бытового. То есть, подрезать шнурок, вскрыть коробку на почте, но ни в коем случае не вскрывать вены. Вот даже, нося с собой на постоянной основе какой-то маленький ножик для... Тоже, если вы работаете курьером для вскрытия коробок у клиента для проверки, ну, не надо носить вот такой тесак с собой. Это мания какая-то, уже и фобия идёт у людей. Так сказать, с собой вот текенные штыки, у которых длина идёт в половину предплечья. И как следствие самообороны с такими кинжалами не приведёт ни к чему хорошему. Если вы не подготовленный и у вас есть такой инструмент, у вас его выбьют из рук и используют против вас. Либо вы нанесёте при помощи такого оружия травмы, несовместимые с жизнью, и уедете по статье превышение самообороны, либо умышленное причинение вреда, влегшего за собой смерть. Далее, чем не рекомендую, это то, что у нас уже пережито, но где-то ещё встречается. Бейсбольные биты. Минутка юмора. В 90-х по всей России было продано 100 тысяч бейсбольных бит, и всего 5 шаров. Или мячей, кому как угодно. По сути, это спортинвентарь. Вот на моей даже присутствует специальная наклейка. Беспрепятственное ношение бейсбольной биты. Она неусиленная, то есть она рассверленная. Там нет никакого штыря. И благодаря этой наклейке я могу с мячиком и с перчаткой выйти во двор и поиграть с женой в отрабатывание ударов мяча. То есть именно мы поиграем в какую-то форму бейсбола. Но использовать его как ударно-дробящее оружие, это не наш выбор. Потому что, опять-таки, ударив по башке, можно убить, потому что эта хрень весит килограмма 2. То есть 2-3, наверное. То есть, ну, довольно-таки это тяжелая вещь. И опять-таки, превышение самообороны, либо это нанесение тяжких телесных, повлекших за собой смерть. Очень много ее возят в машинах, в багажниках. И я вас заверяю, что когда вас остановит полиция, если вас найдут это в багажнике, при лучшем раскладе ее просто изымут, а при плохом раскладе на вас составят административку за провоз орудия ударно-дробящего действия. Так что это тоже, это не наш выбор. Это должно остаться где-то в 90-х. Упало. Либо, как в моем случае, в сейфе, на случай зомби-апокалипсиса. Третья вещь, которой нельзя обороняться. Это ПР. Палка резиновая. Оружие ЧОПов и полиции. Это ПР-73 от компании Форнел. ПР-Контакт. То есть, рукоять и гибкое тело. То есть, свернуть в бараний рог можно. В чем ее основное преимущество? Потому что она легкая и за счет своей конструкции она маршет и совершает инновационные действия. То есть, ударив жестко один раз, она еще вернется по амплитуде и еще добавит. И тем самым будет оказывать тоже ударно-дробящее действие. Так что это равносильно бите. Только если биту можно купить за 500 рублей в спортмагазине, то вот такую хрень можно купить за 600 рублей. В Энторге, в оружейных магазинах продают кто-то на рынке в каких-то ларьках с ножиками-перочинами. Но суть, что по сути ее могут приобрести ЧОПовцы, то есть, это частные охранные предприятия по лицензиям, либо сотрудники МВД, правоохранительных структур. Опять-таки, найдя вот этот замечательный предмет у вас в багажнике, на вас уже составят заявление, точнее, заявление о протокол. Потому что даже парень судился с делом полиции, либо полицейским, за то, что тот изъял у него. Но парень проиграл суд, так как это спецсредство. Это не наш выбор. Дальше. Идет то, с чем я не рекомендую, но на ваш страх и риск можно. Любого рода пневматика. Это рекомендуют даже продавцы оружейных магазинов. Почему? Зайдя еще в 2018 году в оружейку, я слышал разговор, парень купил пневмат, просто тоже похожий на Макарова, либо на ТТ, говорит, я могу, типа, носить это в машине? Без проблем. Вот эта вот хрень, которая стреляет пластиковыми шариками, это та же пневматика, что у нас была в детстве, только лупит чуть сильнее и выполнена в металлическом корпусе. Эту хрень вы можете провозить с собой в машине, но особо навязчивые полицейские все-таки изымут у вас ее до ее анализа. Мало ли вы его переделали под боевой, либо усилили пружину, что она бьет больше 7,5 джоулей, что требует лицензии? У вас ее в любом случае могут изъять на анализ. Почему продавец оружейного ответил тому парню, что нельзя, ну именно нельзя, а никто не рекомендует, обороняться при помощи пневмата? Сейчас. Помним, что пластиковые пульки, энергия всего в 0,5 джоулей. То, что вы таким слабым хлопком и пластиковой пулькой, вы нападающего просто разозлите. Он впадет в большую агрессию, что против него захотели что-то применить, а бац, не удалось, и уже его не удастся взять на испуг. Это может работать как психология в темном подъезде. То есть там в плохо освещенной местности, в переулке, до вас домотались, вы вытащили и просто сделали имитацию затвора. На слабого человека этот какой-то эффект может быть произведет. На отморозков нет. И поэтому пневматам не рекомендуется обороняться, потому что это неэффективно. Эффективность пневматики вот по крайней мере такого плана не тех пистолетов спортивных, которые могут стрелять цельнометаллическими дротиками, которые пробьют череп. Нет. Это также не наш выбор. Но это уже, этим не то, что нельзя, это не рекомендуется, потому что эффективность этого нулевая. Далее, чем не рекомендуется, сигнал охотника. Пусковое устройство пружинного типа, состоящее из рукоятки, стволика, дульной насадки и бойка на пружине. Пружина сбивает баёк вперёд, баёк бьёт по патронам, которые сюда накручиваются, капсюль, воспламенитель взрывается, и наполнитель вашего снаряда летит в сторону потенциальной угрозы. Почему не рекомендуется? Потому что это очень опасно. Потому что, если выставляете сигнал охотника, там ярко-горящий элемент, который горит, и плюс летит с ускорением. У него 30 метров в секунду начальная скорость. И горит он с температурой 2000 градусов. Были случаи, когда рыбоохрана прожигала браконьером вот этими снарядами дюралевые лодки. Представьте, что сделает с кожными покровами нашими. То есть, прожжёт до костей, до органов, и опять это применение нецелесообразное, превышение самообороны и смерть. Уедете по трём статьям. Есть лимники, которые переделывают патроны, то есть, стреляют, заменяют капсюль-воспламенитель, начиняют спичечными головками серой и вставляют туда чего ни попади. Гвозди, свинцовые шарики какие-нибудь, те же наши грузилы для рыбалки, крючки, осколки стекла. Закрывают этот снаряд, чтобы это всё не вывалилось. Элементарно скотчем заклеить, отвести и выстрелить. Вы представляете, что будет с человеком, когда также на скорости 30 метров в секунду поражающие элементы летят в мягкие ткани. Будет очень плохо. Будет прям bad, bad, very bad. Поэтому этим... Можно использовать светошумовые патроны. Это вообще красота. Оглушает так, что вам надо чем-то заткнуть уши, потому что выбивает из строя. Если жахнуть перед лицом, будет очень сильная контузия. То есть человек будет приходить с чувством порядка двух минут. С световым патроном можно перед лицом стрельнуть, вызвав вспышку, и тем самым также дезориентировать предполагаемого противника. Но самодельные патроны использовать против людей это зло. Не делайте так никогда в жизни. Поэтому это также не наш выбор. И мы уже пять предметов... Так, у меня тут зарядка садится. Мы уже пять предметов отбросили, сказав, что это нам не подходит. Чем же нам обороняться? Что девушкам тем более использовать? Было и всегда будет. Перцовый баллончик. Оу-МАЙ! Средство самообороны ШОК. Перцовый баллон объемом 30, 60 миллилитров, скорее всего. Действующее вещество олеорезин. То есть это жгучий перец, его субстракт и алкерное соединение. Если смотрят химики, поправьте, как он правильно обзывается. Концентрированная, грубо говоря, жидкость гелевая, в которой содержится как раз-таки раздражающее вещество. Суть. Срываете предохранитель и нападающему в лицо разбрызкивается этот баллон. Атака остановлена. Останавливающее действие этого. Первоклассное. И стоимость 300-350 рублей. Также есть множество других видов с другими наполнителями. Единственное, что у нас в России перец и всякие другие ирританты. Нервнопаралитический газ у нас запрещен. Возможно, только он у армии есть. Потому что фазгеном в человека опрыскаться, это прям уже война. Да ладно! Останавливающее действие, как я сказал, на высоте. За счет того, что попадая на кожу, на слизистую, вот эта гадость, она стремится войти внутрь. Раздражает там частицами. Человек начинает часа тереть. И это все больше загоняет туда. Восстанавливается зрение, если попадает в глаза, после суток, либо двух. Были случаи, когда люди очень сильно пугались. То есть, человеку прыснули маленькую дозу в лицо, остановив его. И нет, чтобы убежать, человека, который валяется, они остатки баллона заливают ему в морду. Все попадает в глаза. И, как правило, наступление ополняющей слепоты. То есть, и после этого, вот этих людей осудили не за то, что они первый раз прыснули. Это была необходимая оборона. Их осудили за второй раз. Что они пошли добивать. Гениально. Как бы, с человеческой точки зрения, я их пойму. Но закон этого не понимает и не принимает. А, дети кричат. Ну, это обычное дело. Они на детской площадке. Ладно. Не о них сейчас тема. Так вот. То есть, брызнули один раз. Нажатие. Секунда. Этого хватит, чтобы остановить даже злостного бугая. Потому что будет потеря кальзинации, потеря зрения. И только вся энергия и усилия человека пойдут на то, чтобы избавиться от этого синдрома. От этой жгучей симптоматики и всего прочего. Поэтому это покупаем. Ни в коем случае после того, как сдернув верхнюю крышку вот этот предохранитель, мы не носим его в кармане. Потому что мы сядем, как-нибудь нажмем и в карман у нас выпроснется раздражающее вещество и как следовательно это будет friendly fire. Дружественный огонь. Мы и сами задохнемся и окружающие вокруг нас. Поэтому покупаем маленький чехольчик, либо делаем его сами, поясную петлю и носим на ремне, либо делаем прищепку и за окантовку штанов, шорт, наши нижние одежды нижней части тела носим. Ни в коем случае уже открытый единожды использованный в кармане не носим. И также следим за сроками годности. Поэтому это плюс. Это оставляем. Удар. Устройство дозированного аэрозольного распыления. Это пистолет. По сути газовый пистолет, который выполнен в виде бествольного оружия, то есть у него нет ствола. Он представляет из себя рукоять, которая является как раз таким патроноприемником. Он представляет из себя казенную часть, где боек и спусковой крючок. Может быть будет видно. Вот отсюда при нажатии выходит баек, который при наличии патрона здесь воспламеняет. Также капсюль, у патрона срывается заглушка и в человека летит струя того, что внутри баллончика. то есть эту хрень можно использовать за 3-5 метров. И даже можно поставить холостые патроны, чтобы подать звуковой сигнал либо шугануть. Это для фиксирования на поясе, либо на кобуре, либо на рамках каких-либо. Удобный предохранитель на рукояти и экстракция патрона. То есть патроны вставили, не понадобились, пришли домой, нажали, патроны вытащили. Заряженным ни в коем случае не храним, потому что эластичная пружина придет в негодность и патроны будут плохо подаваться и заклинит и в самый ответственный момент будет плохо. Так устройство надежное 1790 рублей на сайте Pneumet24 переврали бы сейчас. Если я смогу, на все, что я здесь представил, я оставлю ссылки от магазина Pneumet24. А название этого ударом 2 калибра 13х50. Пять штук умещаются в рукоять посредством того, что вставляются в казенную часть оружия. И поэтому это тот же газ, только который подается через патроны и твердого поражающего элемента не имеет, приобретается без лицензии с наступлением 18 лет. Все. Поэтому вот это мы используем. И что еще хотелось показать, это наверное сейчас паузу сделаем. Вот так вот. Так, остановились мы на том, что используем либо валон, либо устройство дозированного распыления этого же газа. Но как же? Электрошоковое устройство Эшу. У меня в руках Эшу 618 тип. Представляет из собой вот такое маленькое устройство, меньше моей ладони, помещается в любом кармане. Имеет кнопку включения, где у него индикатора. А так. Значит зарядный блок, фонарь. Фонарь у нас уже не горит. Это мусорство 2 года, надо менять. Значит две кнопки имеем. Это фонарик, который не светится и сам Эшу. Напряжение полтора миллиона вольт при селитоке в 0,3 либо в 0,5 ампера. Считается вторым классом. Короткую классификацию сейчас расскажу. Если не прав, опять-таки поправьте. Любую критику я принимаю. Третий класс это для девушек. Вот ходят с сумками и хотят у нее вырвать. Она держится за нее, достает шокер и бьет в руку, чтобы тот просто отпустил. Мышцы сокращаются, все это происходит и он убегает испугавшись. И опять-таки действует за счет звука, которого мы боимся по нашей генной памяти. Есть второй класс. Это вот это. То, что человека не откинет там, как в фильмах. То есть, если его ударить, особенно неожиданно, то есть, это приведет его прям в такое состояние нестояние. И в чем еще его уже боевая особенность, то, что эта хрень может человека вырубить при ударе в шею либо в висок. То есть, это уже вот в эти два места бить опасно. И есть первый тип. Это используют армии и полиция. Там напряжение охереть сколько и силы тока большая. При секундном контакте это потеря сознания. То есть, это полный вывод из строя. Поэтому вот эта фигня также приобретается даже с 16 лет в каких-то там несертифицированных магазинах, на рынках, там, ну, все дела эти. Вот. А с 18 лет в любом оружейном магазине вам ее продадут. Опять-таки, те типы, которые относятся к свободному ношению беспрепятственному, как средству личной самообороны. Носится в кармане спокойно, потому что пока кнопку вы не передернули предохранение, ничего не случится. И также есть чехлы, которые также вешаются на пояс. Поэтому замечательное использование данного устройства. И поэтому вот это единственное, что я порекомендую к применению и к ношению. потому что то, что я показывал другое, это отстой, это плохо, это прям бе-бе-бе, потому что вы не можете гарантировать ни при каких обстоятельствах, что ваш удар ножом не доведет нападающего до смерти. Точно так же, как и удар битый. А вот эта херня, она просто неэффективна, кроме как жистиный рыбанок. С вами был канал Брим Тим. Надеюсь, этот видеоролик был интересен и, главное, полезен для вас. Буду делать скоро упор на оружейную тематику, так как рыболовный сезон жидкой воды кончится все равно. Там в период межсезонья будем как раз таки постреливать, попробуем что-то типа полигона сделать, и потом перейдем уже к зимней рыбалке, но это не значит, что рыбалка прекращается, отчеты будут скоро в группе. Благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и общаемся в комментариях, не пропускаем новые видеоролики и информацию. Пока!